В Сочи стартовал первый российско-австрийский форум и уже сегодня речь зашла об организации международных круизов. Полмиллиона за лучшее благоустройство района и кадровые перестановки. Об этом стало известно на планерке главы Сочи. Атаман кубанского казачьего войска вручил медали сочинским воспитателям. Николай Далуда посетил 83-й детсад. 1 июня в Сочи пройдут соревнования по триатлону «Айрон Стар». Из-за этого изменится схема движения транспорта. В Сочи стартовал первый российско-австрийский форум. В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Олимпийскую столицу приехали представители политических и деловых кругов, а также общественность. На полях форума «Сочинский диалог» глава Кубани провел ряд переговоров. Перспективы сотрудничества региона и европейской страны сегодня губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил с вице-президентом Палаты экономики Австрии Рихардом Шенцем. Губернатор отметил, что с иностранным государством Кубань связывают давние дружеские отношения. Сегодня также важно укрепить сотрудничество в экономике. Мы хотели бы, чтобы товарооборот между Краснодарским краем и Австрией, конечно, рос. И сегодня он составляет около 26 миллионов долларов США. Это совсем не тот оборот, который мог бы быть между Краснодарским краем и Австрией. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы мы сегодня обсудили потенциальные возможности дальнейшего сотрудничества во всех отраслях экономики. То есть бизнес, который должен для себя открыть Краснодарский край по-новому и прийти к каким-то совместным предприятиям и дальнейшим шагам. Безусловно, для этого, конечно, нужно нам, Краснодарскому краю, презентовать себя, бизнесу нашего региона. Мы должны быть активны с точки зрения демонстрации наших возможностей. И, безусловно, это тоже нам нужно сегодня проговорить. Где и на какой площадке, скорее всего, даже уже в Австрии, мы могли бы показать потенциал Краснодарского края. В Палате экономики Австрии известен ваш регион. Мы бы предложили вам организовать презентацию Краснодарского края в нашей стране. Это позволит представить все преимущества Кубани для ведения бизнеса. Такие мероприятия у нас проводятся часто и успешно. Я принимаю ваше приглашение. Я думаю, что осенью мы с нашей бизнес-миссией, наших бизнесменов в Австрии сделаем презентацию потенциала Краснодарского края. Я уверен, что она придет на достойном уровне и вызовет интерес у австрийского бизнеса нашему региону. У Краснодарского края и Австрии много точек соприкосновения. Например, виноградарстве, туризме и животноводстве отметили представители австрийской стороны. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, рассказал, что сегодня для иностранных инвесторов, которые открывают свои производства на территории края, предусмотрены преференции. А в мэрии Сочи прошла встреча главы города Анатолия Пахомова с генеральным директором одной из крупнейших австрийских компаний. Глава города рассказал австрийским гостям, что в последние годы курорт вышел на новый уровень развития. В свою очередь, австрийцы назвали курорт новым. Потому что были здесь и раньше, а после зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу увидели массу изменений. Конечно, хочется обмениваться туристами, где туристы наводят мосты между странами и народами. И мы обсуждаем, как можно преодолеть те сложившиеся политические обстоятельства, которые сейчас присутствуют. Хотим, чтобы туристов было больше. Я задерживаю Сочи на несколько часов, чтобы пройтись по морской набережной, побывать в порту. Будем думать насчет запуска круизных судов в Сочи. Круизный туризм – это то, что сейчас интересно для Сочи. Еще в советские времена в город летом практически ежедневно заходили круизные суда. Мы этим занимались. Мы принимали круизные лайнеры, и все у нас шло хорошо. Уверен, что вы подумаете и приедете в город Сочи для того, чтобы продолжить бизнес. А реклама курортного Сочи уже активно идет в соцсетях. Сегодня на своей странице в Инстаграм президент Австрии выложил видео и фотографии всех объектов, которые он посетил в сопровождении Анатолия Пахомова. Мандер Белин так и написал в Сочи самый важный курорт России. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Краснодарском крае планируют внедрять немецкие технологии в сельском хозяйстве. Перспективы сотрудничества сегодня Вениамин Кондратьев обсудил с президентом компании «Бош» в России Хансом Юргеном Оверштольцем. Рабочая встреча прошла в Краснодаре. Как отметил губернатор, продукция немецкой компании пользуется высоким спросом среди жителей края. А главное, она востребована в различных отраслях экономики региона, начиная от агропромышленного комплекса, заканчивая строительным блоком. Краевые власти заинтересованы в сотрудничестве с компанией по нескольким направлениям. В частности, речь зашла о создании собственного производства в Краснодаре. Первым шагом может стать открытие логистического центра. Безусловно, фирма «Бош» для жителей края стала брендом и гарантией качества, и надежности. Мы должны как-то наращивать наше совместное сотрудничество и сделать так, чтобы продукция фирмы «Бош» была максимально доступна жителям края, и с точки зрения транспортной составляющей, ну и ценовой. «Краснодарский край, как и в целом юг России, это очень шаланный рынок сбыта, в том числе для производителей аналогичной продукции, которую производит фирма «Бош». И, безусловно, мы бы не хотели, чтобы на наш рынок зашла кое-какая продукция. Поэтому все-таки я еще раз обращаюсь к вам, посмотреть хотя бы на создание крупного логистического центра в нашем крае, чтобы все-таки вы наращивали здесь свои продажи, потому что сегодня страны азиатского бассейна, они тоже очень активны. Я могу сказать, что они тоже делают сегодня продукцию неплохого качества. Но мы бы хотели, чтобы у нас была продукция высокого качества, высочайшего. Сегодня все логистические потребности закрывает наш логистический центр, который расположен в Москве. Я не слышал, что какие-то трудности с этим возникают в Краснодарском крае. Но думаю, что открытие логистического центра в вашем крае или некого хаба позволит только улучшить эту ситуацию. Сегодня немецкая компания занимается производством оборудования, которое применяется в сельском хозяйстве. Например, умное распыление или датчики, которые позволяют отслеживать состояние животных. Такие современные технологии компания «Бош» планирует развивать в Краснодарском крае. Ведущий аграрный регион страны и крупнейший производитель нуждается в новых подходах для дальнейшего развития отрасли, отметил губернатор. У нас передовое сельское хозяйство. На самом деле в стране агропромышленный комплекс, современнейший. Но он должен также и дальше оставаться современнейшим. А для этого нужно брать те новые технологии, которые сегодня существуют, в том числе в сельском хозяйстве, и их внедрять. Это, конечно, умная технология. И кто владеет сегодня умными технологиями, новыми компетенциями, те, конечно, имеют и то самое конкурентное преимущество. Это любая фирма, а не только фирма «Бош». Поэтому, я думаю, здесь мы можем посмотреть на наш совместный проект и посмотреть, как мы его будем совместно реализовывать. На территории края также возможно создание центра умных технологий немецкой компании, например, на базе Кубанского аграрного университета. Студенты смогут изучать современные методики в АПК и в дальнейшем внедрять их на практике. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. С начала года в Краснодарском крае приобрели больше 100 тысяч новых приставок и телевизоров для перехода на цифровое вещание. Уже через три недели отключат аналоговый сигнал федеральных каналов. Времени все меньше, и для того, чтобы в каждом доме люди могли смотреть федеральные телеканалы, работать нужно адресно. Об этом говорили и в Краевой администрации. Заместитель губернатора Анна Менькова, которая курирует информационную политику региона, провела совещание с руководителями профильных ведомств и главами районов. Порядка 15% населения края сегодня еще смотрят аналог. Мы должны оставить им право продолжать смотреть телевидение. Чтобы никто не остался без цифрового телевидения, Края предусмотрел меры поддержки для малоимущих граждан. Был принят соответствующий Краевой закон о выплате компенсации на приобретение оборудования для просмотра цифрового ТВ. В ближайшие недели будут особенно напряженные. И вот нам нужно сделать так, чтобы 3 июня никто не почувствовал неудобства от отключения аналогового телесигнала. Льготная цена таких спутниковых комплектов – 4,5 тысячи рублей. Оборудование предусмотрено для жителей почти 300 населенных пунктов Края. Темпы в целом высокие. Порядка 800-900 комплектов спутникового оборудования. В целом по Краю мы имеем плюс каждую неделю. Пройдены, оповещены и посчитаны больше 1,7 миллиона домохозяйств из имеющихся всего Края – 1,8 миллиона. Хочу обратить внимание, что работа эта большая, серьезная. На помощь специалистам пришли волонтеры. Около трех тысяч ребят помогают подключать оборудование и рассказывают людям, как им пользоваться. На вопросы ответят и по телефонам Краевой горячей линии. Лучше всего с этой работой пока справляются Туапсе, Анапа, Армавир, Геленджик и Краснодар. Сегодня на медиафоруме состоялась презентация проектов Общероссийского народного фронта. С ними знакомятся представители независимых региональных и местных средств массовой информации. Участниками медиафорума стали победители конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость», члены Центрального штаба Общероссийского народного фронта, федеральные эксперты и активисты проектов. Среди них Ольга Прищепа. Отмечен ее материал под названием «Большегрузом здесь не место». В статье журналист рассказала о трагедии в поселке Синой Темрюкского района. «Большегрузом было выгодно проезжать через поселок. Из-за этого портилась дорога, жители были обеспокоены из-за того, что днем и ночью курсируют КАМАЗы. Школа, дети пошли в школу, им страшно было переходить через дорогу. И апогеем этой всей ситуации было то, что в сентябре «Большегруз» сбил молодого человека. Вот об этом была статья. Это была серия материалов. И перед Новым годом мы добились того, что повесили светофор, мигающий желтым, возле школы. Таких неравнодушных здесь более 300 лучших материалов из регионов покажут президенту страны во время пленарного заседания. Никто не любит критику, никто не любит правду. Но это те, кто на самом деле своими материалами очень много делают для своих территорий. Журналистика в регионах всегда отличалась, сейчас отличается. И она во многом ближе к людям, чем мы видим из своих офисов. А что такое журналистика? По большому счету, журналистика – это рассказ о жизни людей. Организаторы форума призывают, особенно молодых журналистов, быть более активными, смело говорить о том, что происходит в обществе. На медиафоруме развернута работа стендов. Они пистят заголовками «За честные закупки», «Регион заботы», «Служба занятости 2.0». Собственно, это название проектов Общероссийского народного фронта, презентация которых проходит на форуме. Один из таких проектов касается трудоустройства населения. Совершенно очевидно, что сегодня службы занятости работают в старом формате. Они работают на запрос, на прием обращения, а не на инициативу и на поиск решений предложений для людей по трудоустройству. Соответственно, проект «Илисёмина» в связи с тем, чтобы разработать оптимальные критерии службы занятости новой. Проект актуальный и требующий решений. Журналистов просят писать статьи на острые темы. В Общероссийском народном фронте их голос точно будет услышан. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 16 мая в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 23-25 градусов выше нуля. Компания «Соут» приглашает на международный форум пивоваров в Сочи. Более 250 компаний из 40 стран с 21 по 23 мая. Место встречи – гранд-отель «Жемчужина». Полмиллиона за лучшее благоустройство района к пляжному сезону. Администрация Сочи объявила конкурс. А для переселения жителей аварийного дома на улице Видовой найден инвестор. В мэрии сегодня состоялось планерное совещание, на котором, кстати, объявили и о новых назначениях. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Из первого зама в главу района. Новым главой Адлерского района официально назначен Дмитрий Хомицевич. Сегодня мэр Сочи представил его коллегам. Новый руководитель сегодняшнего дня и в департаменте ЖКХ. Александр Мамлай хорошо зарекомендовал себя на посту начальника управления по организации похоронного дела. Теперь в его ведении все городское хозяйство. Для города департамент номер один. Чтобы вы понимали, должность директора департамента городского хозяйства – это выше, чем глава района. И главная задача, которую надо решить – это переселение из Видовой 33. Во-первых, есть судебное решение. Видовая 33 – это самая серьезная задача, которая только есть. Напомню, на улице Видовой расположен пятиэтажный, 192-квартирный аварийный дом, который попадает под программу переселения из ветхого аварийного жилья. В прошлом году, благодаря ее реализации, 131 сочинская семья Новый год встретила в новых квартирах. Не менее серьезную задачу глава города поставил и перед департаментом экономики и стратегического развития. В Сочи более 60% муниципальных предприятий в предбанкротном состоянии. У водоканала и теплосетей много заброшенных помещений и оборудования. Похожая ситуация у МУП – озеленитель. Доходов нет, а в перспективе долги. Удручающая картина и в кинотеатре Сочи. Не на экране, а в управлении делами. Сам зал не пользуется прежней популярностью, а помещения сдаются в аренду, не принося прибыли городской казне. Решение – поменять форму собственности. И речь о концессионном соглашении. Это мое решение, оно уже принято. Это будет Дом молодежи. При этом никто, кинозал не убирает. Концессия – это ни в коем случае не передача никому ни в аренду. Тем более продажа в собственность. Это вообще муниципальная собственность. Коллектив может остаться тот же. Но при этом он должен а, концессионный сбор платить, это и есть доход бюджета города, и он должен расписать этот коллектив, который берет в управление, что он сделает для того, чтобы улучшить материально-техническую базу, чтобы прогресс был, чтобы не стояло. Вот и все. Для кинотеатра Сочи стратегия уже разработана. Здесь грамотное использование муниципальной собственности пойдет на благо 80-тысячному отряду сочинской молодежи. Будущий Дом молодежи призван объединить их большую часть. Прописку там получат КВНщики, юнормейцы, откроется школа журналистики и блогеров, будет развиваться молодежное предпринимательство. Ярмарки-вакансии станут регулярными. В Доме молодежи расположится и Центр трудоустройства студентов «Цитрус», который предлагает ребятам 4 тысячи рабочих мест. Тысячи рабочих мест, но уже взрослые сочинцы занимают и в санаторно-курортной отрасли города. Как показала статистика, большинство из них на работу едут на личных машинах, из-за чего и пробки, в том числе и на федеральной дороге между Кудепстой и Адлером. Ко всему прочему, с 1 мая в Сочи в принципе увеличилось количество машин на 20%. В летнюю столицу уже стекается масса туристов. Я бы хотел обратиться и к нашим ательерам, к нашим рестораторам, чтобы все-таки они как-то организовывали подъезд или подвоз своих сотрудников либо на автобусах своих, либо это можно заключить договора с какими-то транспортными компаниями, либо, конечно, на общественном транспорте. Те парковочные места, которые есть возле этих отелей, возле этих рестораций, что они, конечно, в первую очередь для гостей. Со своей стороны муниципалитет решил изменить схему движения на некоторых улицах. Коснется это и микрорайона Чкаловский в Адлере. Там будет ограничен выезд со второстепенных улиц на федеральную трассу. Ну и готовность номер один мэром объявлена по пляжному сезону. В ближайшие дни Анатолий Пахомов посетит все набережные курорта. Я повторяю еще раз. 25 мая у нас открытие курортного сезона, а значит 25 мая у нас должно быть все готово. И я эту задачу ставлю. Я обязательно должен побывать в Дагомысин, я обязательно должен побывать в Вардане, я обязательно должен побывать в Лао и Головинки. Потому что год целый мы говорим об этих территориях, но они, мне кажется, не готовы. И пляжи не очень, и прилегающие территории. Начнется же пляжный сезон с праздника. Традиционный карнавал 25 мая снова пройдет по курортному проспекту, но на другом участке – от цирка к зимнему театру. Оргкомитет уже приступил к работе. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На границе с Абхазией задержан внедорожник с тайниками в дверях. Митсубиши Паджеро был обследован с помощью собак и рентген-комплекса. Под обшивками передних дверей таможенники нашли 626 пачек сигарет. На два дня раньше подобный груз пытался ввести в Россию житель Абхазии. В своей машине в Азовской девятке он спрятал 766 пачек сигарет. Такое количество товара обязательно нужно декларировать. Сейчас же на товары и автомобили наложен арест. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. Возбуждены четыре дела об административных правонарушениях. Атаман Кубанского казачьего войска вручил медали сочинским воспитателям и казакам-наставникам. Николай Далуда сегодня посетил 83-й детский сад, где воспитываются юные казачата. За что сочинцы получили высокую краевую награду, расскажем в нашем следующем сюжете. Группа казачьей направленности «Кубаночка» к встрече готова. Два атамана детсадовской Кубаночки и Кубанского казачьего войска приветствуют друг друга. Николай Далуда – давний друг детского сада. В гости к юным казачатам он приезжает уже третий раз за последний год. Для меня, как атамана Кубанского казачьего войска, очень важно, чтобы этот положительный пример был в обязательном порядке и в других муниципальных образованиях нашего края. А здесь действительно есть чем учиться. В Сочи казачьих групп, где дети знакомятся с культурой и историей, казачества уже 112 – это более 1800 детей. Идти в такую группу никто не заставляет. Напротив, желающих погрузиться в историю и культуры региона становится только больше. Они воспитаны уже на основе таких, что уважать труд, уважать старших, любить свое отечество, быть готовыми потом, в будущем, защищать свою родину. Ну и все, это для них будет святое направление жизни. Вот что важно. Важную работу сочинских воспитателей и казаков-наставников Николай Далуда отметил медалью «Атаман Захарий Чепега». Ее вручают в том числе за воспитание подрастающего поколения и организаторскую деятельность, направленную на развитие кубанского казачества. После Николай Далуда отправился в лицей номер 3. Именно сюда юные казачата, которые уже со дня на день выпускаются из детсада, отправятся учиться целой группой в отдельный класс. Мы открываем 1 сентября казачий класс, и туда как раз казачата из 83-го детского сада пойдут. Очень здорово, что они пойдут с слаженным коллективом, со своими наставниками, будут чтить традиции, изучая их и обогащая свои семьи. В Сочи в 29 казачьих классах сегодня обучается более тысячи детей. Задача на ближайшую перспективу – полноценная казачья школа должна быть в каждом регионе города. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Изучать историю своей родины будут в Сочи и взрослые. В городе создано местное отделение Российско-военно-исторического общества. Российское военно-историческое общество – это 84 региональных и 158 муниципальных организаций, которые занимаются популяризацией военной службы, поисковой работой, изучением истории своего города или района. На первое собрание сочинского общества были приглашены 47 человек. Это те, кто в ближайший год будет активно помогать муниципалитету готовиться к большому государственному празднику. Мы сейчас главную задачу свою видим – подготовка. Мы начинаем сегодняшнюю подготовку к великой дате 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Также среди направлений работы общества – организация исторических фестивалей и военно-исторического туризма. Кстати, сочинское общество стало первым из полутора сотен городских отделений, которое будет иметь собственный юридический адрес. Студенты сочинского госуниверситета отправятся на научную конференцию в Германию. Кто попадет в число счастливчиков, станет известно по итогам конференции в Сочи. Она открылась сегодня в Центре научных докладов студентов – исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента. В Международном форуме участие приняли студенты со всей страны, а также из Немецкого университета. Свои научные исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента на 11-й Международной научно-практической конференции представили 80 студентов. Из вузов Саратова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Таганрога и Ташкента. Говорили о развитии индустрии гостеприимства, об использовании инновационных и информационных технологий в туризме и не только. Эта конференция проходит каждый год и в этом году мы сделали ее такую интегрированную, когда у нас шесть фактически площадок, представлены все направления деятельности университета, все факультеты. В Сочинский госуниверситет также прибыла делегация из Германии. Университет Хайльброна – давний партнер СГУ. Мы рады быть здесь. Мы в четвертый раз приезжаем на конференцию в Сочи. В этом году мы празднуем десятилетие нашей дружбы с Сочинским госуниверситетом. Мы рады принимать участие в конференции, где обсуждаются самые актуальные вопросы развития индустрии гостеприимства. В нашем университете мы изучаем русский язык, а изучение языка невозможно без посещения России. Нам очень интересно поучаствовать в студенческом обмене между нашими двумя университетами. Сегодня в СГУ прошел российско-германский конкурс студенческих работ. Говорили о том, как крупные международные мероприятия влияют на экономику городов и стран. В Сочи сегодня – центр событийного туризма, а волонтеры СГУ – участники всех крупнейших форумов и турниров. ВУЗ готов делиться опытом с зарубежными партнерами. В нашем докладе мы поднимаем тему обоснования инвестиций в крупные проекты, на примере Всегерманской выставки цветов. Нам очень интересен опыт Сочи, как сегодня работают вложенные в Олимпиаду или Чемпионат мира по футболу инвестиции. Это мы обсудим с сочинскими студентами. Студенты СГУ представили на конференции 27 работ. Из них выберут 16 лучших. Авторы научных исследований поедут в октябре в Германию на конференцию в Университет Хайльброна. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На Кубани появится 15 дополнительных площадок для сдачи ГТО. Их построят в этом году вблизи от муниципальных центров тестирования. Об этом журналистам рассказал заместитель министра спорта Края Вячеслав Никитин. На встрече обсудили капитальный ремонт старых и строительство новых спортивных объектов, а также реализацию нацпроектов в регионе. К примеру, в рамках программы «Спорт. Норма жизни» отреставрируют комплексы, которые были построены еще в советское время в станице Новоминской, в Гулькевичском и Брюховецком районах, а также стадион «Колос» в Тимашевске. Независимо от реализации федеральных задач, губернаторам ставится задача о ежегодном строительстве не менее 15 малобюджетных спортивных залов шаковой доступности. В настоящее время нами закончено уже 11 залов, 8 залов из них уже торжественно открыты. В ближайшее время такие спортивные комплексы появятся и в Ейске, а также в станицах Хродниковской и Тпилиской. Кроме того, по поручению губернатора в крае в 2019 построят 10 воркаут-площадок. 1 июня в Сочи пройдут соревнования по триатлону «Айрон Стар». Турнир проведут на территории курорта Эмеретинский. Участники должны будут проплыть почти 2 километра, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать дистанцию чуть больше 21 километра. За день до этого пройдет женский забег и детский для участников младше 12 лет. На время проведения спортивных мероприятий в Адлере ограничат движение транспорта. Временные ограничения будут действовать с 31 мая с 16 до 18 часов и 1 июня с 6 утра, максимум до 17.00. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56 кнопке и телепакетах «Билайн» на 76, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok